Приветствую, друзья, с вами Виталий. Итак, у нас сегодня тема какая, серьезный и веселый крах Америки, что там еще, почему американцы толстые и так далее. Причем здесь Ньютон спросит, да, Исаак Ньютон, есть такой, у нас уже столпы такие науки, когда они образовались, они образовались в эпоху просвещения, сейчас мы об этом поговорим, с вами коротко поговорим, надеюсь. Смотрите, была такая эпоха просвещения, и в эту эпоху просвещения образовались такие основы современной нашей жизни, да, то есть вы в школе учитесь и видите там портреты Исаака Ньютона, открыл закон гравитации, говорят, да, открыл какой-то следующий закон и так далее. И там такая была история интересная, что на Исаака Ньютона якобы упала яблоко. Эйпл, это вот падение яблока там было. И он говорит, яблоко упало, он говорил тому, он говорил своей племяннице. А своей племяннице рассказал о том, что на него упала яблоко, да, с дерева. И такая расхожая, такая популярная интерпретация, да. Смотрите, о чём не говорят, о чём не говорят, потому что не обращают внимания. Обратите внимание. Падение яблока, падение яблока. Вот это была основа просвещения, это падение. И Исаак Ньютон не был учёным в современном понимании нашего слова. Тогда не было науки, каких-то какого-то общественного структуры и так далее. Это были энтузиасты своего дела. Как говорится, они создавали свои эксперименты, исследования, расчёты проводили и так далее. И приходили к такому доказательству какого-то закона. И вот такие законы Исаак Ньютон нам открыл и его признали как учёным в дальнейшем. На момент, в тот момент, он не был учёным. И это ваш момент. Так как мы с вами сейчас говорим о том, что вот якобы в Северной Америке, там в других странах каких-то происходит там какое-то некрасивое такое, всё разрушается, там какие-то бомжи какие-то там и так далее. Падение, ну какое-то что-то такое. В общем, ужасно негативное, постоянно нас пугает этими страхами. Смотрите, факт падения. Вот факт падения, мы постоянно о нём слышим. Разные интерпретации. В религиозных канонах падение кое существует. Грехопадение, да, и так далее. Там в бытовом падении, что происходит у нас? Человек физически падает. Физически, когда падает, да, в азиатской, восточной или европейской менталитете, падение физическое вызывает на что? Сострадание должно вызвать, да, сочувствие вызвать, да. А когда мы приходим в североамериканскую, там, менталитета нет, там никто не хочет вам сострадать, сочувствовать, потому что вы упали. Нет, наоборот, вы смотрите там какие-то фильмы популярные, помните Чарли Чаплин, да, падение. Все смеются над падением человека. То есть падение вызывает смех у человека. Это нормально, не вызывает сострадание или сочувствие падение. И падение у нас будет, соответственно, какое падение будет? Ментальное, опять же, да, физическое и эмоциональное, да. То есть эмоциональное, физическое, ментальное падение. И каждый раз в этом каком-то падении происходит, что происходит? Падение. Ну, у нас, говорят, больно, да, больно, страдание и так далее, вызвано каким-то... Но сам факт падения, сам факт падения рассматривается как негатив какой-то, да. Негатив. Ты упал, ты запнулся, ты наступил на какую-то там, опять свою ошибку жизненную, и ты упал. Смотрите, теперь дальше, что интересное будет. Когда вы, Айсак Ньютон сделал это открытие, это открытие как произошло у него? Во время падения его самосознания. То есть, как бы, то есть его падение самосознания происходит. То есть, это естественное состояние падения. Падение самосознания. В момент падения самосознания, что происходит? Вам страшно, когда мы говорим падение, да? И что мы говорим, когда у нас страшно? У страха глаза велики. Правильно? То вот тогда вот ваше самосознание, которое внутри вас существует, и вы внутри слепые, вы ничего не видите. Вы слепые эмоционально, ментально или физически, вы слепы внутри. И когда в момент вашего падения у вас становится страшно, у страха глаза велики. То есть, в момент падения, все самосознание открывается, и вы видите, вы видите, вот в этом падении, видите, вот вы падаете, кстати, в этом яблоке, ваше яблоко, ваше самосознание падает. Вы в страхе открываете глаза и видите, и видите, вот это открытие совершаете, какое-то совершаете открытие во время падения. И поэтому мы защуриваемся, когда падаем Ой, я упал, ой, я тонул Я защурился от страха От страха я защурился Ну вот, эта тема такая, когда вы хотите Почему много учёных, исследователей Которые делают какие-то открытия в своих отечественных странах Они каким-то образом перемещаются в Северную Америку И говорят, что Америка скупает мозги Да, на самом деле так и есть, скупает мозги То есть там создаются такие условия для исследований, для экспериментов Когда падение считается нормальностью Нормальностью человека Нормально человек упал То есть люди, лежащие на улице Это нормально для общества Нормально То есть отсюда происходит и дальше идёт норма падения Падение страшно, падает и открытие делает человек Открытие какое-то своей, ментальное открытие, эмоциональное открытие Или физическое открытие И мы интерпретируем это открытие потом Мы его записываем в математике, записываем в философии Записываем физическими инструментами Физики, геометрии и так далее То есть всегда присутствует падение Падение как Ну не говорят это негатив Это напугает всё время Падение экономики Рушится доллар Рушится экономика Когда экономика Когда же Америка тартары полетит Там Это подобное То есть Америка постоянно падает Постоянно падает Это эпоха просвещения Переносство Постояние просвещения В бытовую жизнь Американцев Понимаете То есть вы не можете Быть просвещенным Человеком В своём отечестве Да Поэтому Для этого вам необходимо получить Образование Академическое Там Какой-то Игрит таланту Надо как-то пробиться Да Так-то пробиться у нас На талант Пробиваться талант Через Через что Он просвещенный Талантливый Ему надо пробиваться То есть В традиционном обществе Вы не можете пробиться Вам надо пробивать головой Это асфальт Это Традиция Да То есть Вы не можете Только человек Который образованный Там Умудрённый опыт Там Экадемическое образование Имеет И так далее Который имеет Заклуги перед обществом И так далее Вот он только Вот этот старец Можно сказать Какой-то там Об открытии Код закона Может А если молодой Молодой ранее Он должен молчать Помалкивать Его место Понятно где То есть Возвращаемся К Ньютону К эпохе Просвещения Смотрите Если вы Примитивно К американской Ментальности К североамериканской Ментальности Вы Оказываясь В американской Ментальности Имеете Что иметь Вот этот Нормальность Вот это у вас Нормальное состояние Получается Нормальность Вы можете Падать Нормально падать Через спинок Смотрите Знаете Котята Там рождаются Кошка Катилась И котята Слепые Вот котята Слепые У них Голода Такие Закрытые Они Тыкаются Носом И когда У кошки Молоко Уже Заканчивается Им надо Питаться И что мы делаем Мы берем Котенка И блюдечко Наливаем Молоко И тык Молоко Пей молоко Вот молоко А котенок Не соображает Он не может То же самое Он слеп Он не может И вы Вот вы Самого себя Создавая Эксперимент Какой-то В своей жизни Исследуя В своей жизни Вы самого себя Тыкаете Носом Ментально Эмоционально Или физически Тыкайте носом В это блюдечко Вы пытаетесь Ощутить Это молочко Питательное Для вашей жизни Для вашей энергии И когда Мы говорим О Американской Ментальности Вы там Тыкаетесь носом Это нормально Вы тыкаетесь носом Никто не скажет Что вы Ну Видели эти Фильмы Тупые Еще тупые Еще тупее Глупые И так далее То есть это нормально Глупые Нормально Над этим смеются Ментальное падение Ментальное падение Человек глупый Смешной Дим Керри И так далее Играет Это смешно Интересно Это смешно Это ментальное падение Человека Глупый Но в то же время Видим Что он делает Достаточно Разумные поступки Помогает людям И когда вы Можете Вот вы Перемещаете Свой талант В другую Среду Такую Где падение Нормально То соответственно Вы Следите Какое-то Какое-то Открытие Во время Падения Когда вам Страшно Вы открываете Глова И вы Понимаете Страх И в этом Страхе Вы видите Какой-то Закон Для Самого Себя Для Саморазвития Самосознания Видите Вы открываете Закон Саморазвития Своего Самосознания Чтобы Больше Потом Увидеть В следующий раз Следующее Падение Вы будете Больше Видеть Ещё больше видеть, ещё больше видеть. И говорят, я хочу расширить своё сознание. Я поеду куда-то там в Индию, в Азию, в какую-то восточную лабораторию, и буду расширять своё сознание. Ну, как вы будете расширять? Медитируй, говорят, будем расширять. Ну да, наверное, расширить. Куда оно расширится? Самосознание не стремится к расширению. Оно стремится к сожжать. Самосознание внутрь идёт, само в себя. Саморазвитие происходит само в себя. Оно сжимается. Оно стремится к чему? Самосознание. Оно стремится к единственности. Я единственный. И моё самосознание единственное, уникальное, индивидуальное, неповторимое. Поэтому оно стремится не к тому, чтобы с кем-то соединиться, расшириться, соединиться с этим миром, соединиться с этим всем целианом и так далее. Нет, самоосознание стремится к единственности. Оно стремится сжаться внутри. И это сжатие вызывает нас что? Опять вызывает нас что? Страх. Не страшно, когда самоснование сжимается. Страшно, да, и человек теряется. То есть, в американской ментальности человек, допустим, какие законы там открыли простые люди? Вот это простое бытовое просвещение, когда человек падение открывает, какой-то свой закон, закон сохранения энергии. И поехали, давай, поехали. Почему американцы такие, поустые, и так далее. Почему? Потому что они открыли закон самосохранения энергии. Соответственно, закон самосохранения энергии внутренний работает над человеком, и человек начинает набирать вес, физический вес. Потому что человек открыл закон самосохранения энергии. Он понимает, что ему необходима энергия, и он не будет двигаться лишний раз. Ну ладно, друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, вас, мой ролик чему-то увидели новое. Увидели новое. Будете себя тыкать носом. Ментально, физически, эмоционально. Исследуя С2-эксперимент. Своей жизни, своей жизни. Не будете бояться. Не будете бояться зажатия своего самосознания, когда вас сжимают. Тиски вот эти называются. Тиски. Тиски там такие, рабство какого-то. Рабство такого там. Пояс затянуть. Ну, у нас говорят, в нашей ментальности, говорят, поясок затянуть. Вот здесь поясок, ягод, затягивается. Ваше самосознание опоясано пояском. Пояском. Вы единственный, неповторимый, этот поясок единственности. Вот этот поясок единственности вы затягиваете. 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 То есть соблюдаете какие-то, ну, практики соблюдаете. Популярный салат. Какой практик? Вот я не ем, я голодаю. Относительно соблюдения постата. То есть я постуюсь. Я не ем мясо, не ем этого. Я вообще в течение дня, говорят, не ем. Я только вечером ем, только ночь кушаю и так далее. Постуюсь. Я соблюдаю обет молочания и так далее. Это всё время. И ходят вот к этому вопросу. Вы затягиваете. Внутренне вы сами самого себя. Своё самосознание. Стягиваете внутрь. К своей единственности. К единственности. Чтобы ваше самосознание вообще в наномолекул превратилось. Попаливаю свой квантовый мир. И открыли свои никому не известные квантовые какие-то законы. Развитие своего самосознания. Такое, друзья, было сегодня видео. Ставьте лайки обязательно. Лайки. Это сегодня я дали поставить. Напишите в комментарии, как у вас откликается вот эта моя такая эмоциональная и моя речь. И... 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 И...